Всем привет! Я Андрей, а это канал Стройхак. И сегодня у нас самоделка, которая позволит штифовать с помощью лобзика. Да, и у этой самоделки будет опция быстрой смены наждачной бумаги. Очень часто в комментариях меня спрашивают, зачем я ношу бандану? Сегодня в конце видео я отвечу на этот действительно очень деликатный вопрос. В внешней самоделке нам понадобится такой вот тавровый профиль. У меня он из алюминия, точнее из его сплава. И поэтому достаточно твердый и не пачкает руки. Конечно же, профиль наш требует некоторой доработки. Отмеряем 12 сантиметров, зажимаем заготовку в тиски и отрезаем болгаркой. Теперь на заготовке нужно разметить и вырезать хвостовик, как на пилочке для лобзика. Вот что у нас вышло в итоге. У алюминия отличная теплопроводность, поэтому во время резки он сильно нагревается. Будьте осторожны, не обождитесь. Убираем заусенцы напильником. При обработке в углах обращайте внимание на такой нюанс. Одно ребро у напильника имеет насечки, а другое нет. Поэтому, если нужно обработать только одну сторону, следует выбрать ребро без насечек. Казалось бы, логично размещать хвостовик ближе к ровной грани профиля, чтобы она ходила по ролику лобзика. Но я буду располагать его наоборот, как можно дальше. Почему? Мой лобзик имеет сужение на подошве, и чем дальше будет хвостовик от плоскости, тем уже будет сама рабочая плоскость. Поэтому лишнюю часть нам нужно срезать. Однако сделать это нужно как можно ровнее. Отмеряем ширину реза, фиксируем ее на штангенциркуле и переносим на алюминий. Я долго думал, что использовать вместо линейки. Какой материал не испортится под воздействием круга по металлу. В итоге придумал такой вариант. Старое стекло от полки, которое я буду держать вот этой присоской. Толщина стекла у меня 4 мм, а надо 5 мм, поэтому увеличу ее с помощью полотна для ножовки. Теперь порядок. Закрепляем заготовку. Ставим нашу линейку, прихватываем присоской и начинаем резать. Круг легко прорезает металл, не наносит стеклу никакого повреждения. Он может чуточку подшлифовать его. И в итоге мы получаем достаточно ровный рез, который окончательно прорезаем болгаркой уже по линии. Снимаем заусенцы и вот что у нас получилось. Очень неплохо. Размечаем хвостовик. У нас он Т-образный, но эти выступы не играют никакой роли в моем лобзике. Поэтому я решил обойтись без них. И сделать хвостовик ровным. Примеряем и видим, что нужно еще доработать боковые грани. Наше приспособление немного широковато. Отмеряем сколько нам надо срезать и стачиваем лишний металл лепестково-шлифовальным кругом. Тут нам идеально ровная плоскость не особо нужна. Равномерность стачивания контролируем по карандашным линиям. Если необходимо, дорабатываем. Подравниваем и убираем заусенцы. Проходимся наждачкой по плоскости, чтобы сделать ее более шероховатой для последующей склейки. Так, теперь с размерами все в порядке. Лепучку я хотел взять со старого круга для болгарки, но начал срезать ее ножом. И в итоге получилось вот что. Заготовка испорчена. Пришлось взять новый кружок. И тут я уже липучку не срезал, а подрезал и просто снял. Отрезаем ее по размеру с небольшим запасом. Наносим полиуретановый клей и прикладываем к слегка увлажненной липучке. Далее кладем на плоскость, прижимаем струбцинами и оставляем минимум на 15 минут. Через время разбираем и вот что у нас получилось. Теперь нужно все лишнее обрезать. Смотрите, клей расширился и вылез через мельчайшие дырочки в липучке. Прикладываем наше приспособление к наждачному кругу с липучкой и обрезаем по размеру. И вот что у нас получилось. Протестируем и закрепляем хвостовик в лобзике. Честно говоря, в последний момент я засомневался, что наждак удержится и не слетит с нашего приспособления. Но оказалось наоборот. Под давлением на заготовку он еще сильнее прижимался. В общем, все заработало. Наше приспособление может шлифовать углы, подравнивать плоскость и заваливать края. Так как ход пилочки небольшой, наждачка просто переворачивается и используется снова. В отличие от тех аналогов, где она просто приклеивается к основанию. Вот такая самоделка у нас получилась сегодня. Надеюсь, вам пригодится все, что я тут наговорил. В комментариях сложилось три мнения, почему я ношу бандану. Первое, я лысый. Второе, я больной. Третье, я голубой. Я часто так делаю. А вас это удивляет? Ну, на самом деле, я ношу бандану, чтобы не смущать вас видом своих волос. А на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про удобный Е-каталог. Всем удачи, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok